Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница и традиционно в этот день мы подводим финансовые итоги недели. Ну, собственно, мои гости так заметили дипломатично, что в 15 часов пополудни странно подводить финансовые итоги недели, учитывая, что еще и пятница на дворе, потому что может случиться в оставшиеся 3-4 часа все что угодно. Ну, я имею ввиду оставшиеся до закрытия московской биржи. Ну, да ладно, мы все итоги будем подводить с вами с оговорка Ю, ну, а может быть что-нибудь еще и изменится до вечера. Ну, в любом случае, основные события уже прошли, основные события уже позади, события недели я имею ввиду, поэтому о неделе мы и говорим. Итак, прежде всего в гостях Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и инвестиционно-финансового капитала. Добрый день, Константин! Добрый день! И в гостях Александр Антипов, директор департамента операции на рынке акций инвестиционной компании «Велес Капитал». Добрый день, Александр! Добрый день! Уважаемые слушатели, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495 и сайт компании финанс.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями, ну и, может быть, поделитесь итогами недели. Любопытно, неделя была интересная, неделя была завораживающей, многие активы повели себя из ряда вон, а многие, собственно, и никак не отметились на этой неделе. Ну да ладно. Итак, 15, все еще оговариваюсь, 15.05 в Москве. Я начну с того, что нарисую картину маслом, что происходит на финансовых рынках на этот момент. Начинаем с вчерашней американской торговой сессии, в результате которой основные индикаторы американского рынка откорректировались вновь, закрылись в отрицательной территории. Половина процента потерял S&P 500, и столько же Dow Jones, и чуть больше процента Nasdaq. Ну и смотреть на техническую картину, собственно, да, тот же самый S&P, он так, вблизи поддержки, локальной поддержки, это нормально. 1530 там я посмотрел сегодня после обеда. Далее мы смотрим на Азию, она сегодня зелененькая, прибавил и Шанхай больше 2%, и чуть скромнее Nikkei 225, почти процент. Положительная динамика и на нашем рынке наблюдается, правда, вяло-вяло текущая, конечно же, но тем не менее, пресловутый отскок. Есть он, нет он, все, какой-то отскок мы рассчитываем, надеемся, потому что уж действительно падать все устали. Итак, РТС прибавляет половина процента, совсем мало, 0,04% прибавляет ММВБ, Европа тоже в скромном плюсе, половина процента прибавляет индекс Британии, ФУЦИ 100. Посмотрим на сырье и на Форекс, нефть марки Брент, ну, можно сказать, в отношении ее она отскакивает, восстанавливается, и вот в моменте сейчас она забралась чуть выше 100 долларов за баррель, уже у нас такой, да, есть стратегический ориентир 100 долларов. 100 и 9 центов стоит бочка этой нефти, что тоже неплохо. Золото продолжает диапазон торговли, кстати, на мой взгляд, по крайней мере, установило верхний его предел, 1420 сделало оно сегодня, и если посмотреть на трехлетнюю давность, 10-го года, вот полгода, золото торговалось как раз в этих пределах, 1320, 1420. Есть основания, что оно продержится какое-то время в этом диапазоне и сейчас. В моменте 1414 стоит унция этого желтого металла, полтора процента после, по сравнению со ценой вчерашнего закрытия. Евро-доллар продолжает диапазонную торговлю, 1,3090 сейчас его котировка, в общем, здесь без особых изменений. Инструменты отечественного рынка, голубые фишки, в основном преимущественно в плюсе, ну и я отмечу, АвтоВАЗ прибавляет 2,5%, процент Аэрофлот, Газпром скромно 0,2% и, собственно, вокруг 120 рублей за бумагу он несколько дней уже вращается. МТС, полтора процента, лидеры хуже рынка, да, в лидерах падения Русгидра почти 2%, Уралкали, 70-х и 70-х теряет лукой. Вот такая картина маслом, все неоднозначно, все непонятно, если не смотреть, конечно, на американскую статистику, на американскую действительность. Я бы сказал, Саш, если не возражая, первый вопрос тебе, ты как раз за эфиром тут упомянул, да, что все внимание туда, за океан, именно они нам дадут некие ориентиры. Но мы почему-то не ориентируемся на них, вот нет здесь парадокса, на твой взгляд? Ну, смотрите, я бы сказал, что парадокса здесь нет по одной простой причине. Фондовый рынок идет немножко с опережением действительности, и фондовый рынок в Америке, в общем-то, сигнализирует нам о том, что ситуация там исправляется. Мы можем привести ряд примеров, да, почему ситуация там исправляется. Ну, я думаю, мы оставим это немножко на потом. Главное то, что там становится хорошо. Естественно, деньги идут в фондовый рынок Америки. Потому что там хорошо. Потому что там хорошо. Значит, почему у нас нехорошо? Потому что инвесторы на данный момент продают любые риски. То есть они продают Россию не потому, что в России все плохо, все отвратительно, а именно потому, что это развивающийся рынок, и он наиболее, ну, он как бы значительно более рискованный, чем американский. То есть сейчас нужна стабильность, сейчас нужна, в общем-то, нерискованность. Именно поэтому, в общем-то, мы видим приток денег туда, рост индекса Америки, и, соответственно, в общем-то, я бы сказал, продажи на фондовом рынке здесь. Причем мы видим значительные продажи именно в голубых фишках. То есть в тех активах, в которые, в общем-то, западные инвесторы вошли после кризиса. Ну, или как бы не вышли оттуда. То есть мы абсолютно не говорим там про какой-то второй, третий, пятый, десятый шлон. Сейчас на повестке дня только голубые фишки. То есть голубые фишки полностью отражают российский рынок. Идут продажи, значит, инвесторы просто уходят от риска. Идут покупки в Америке, соответственно, деньги направляются туда. А что нужно, чтобы все-таки мы как-то остановили как минимум падение, отскок там сформировался или развернули рынок? Ну, смотрите, до этого мы должны упасть до определенного уровня. Какой определенный уровень это будет? 1200 по РТС, 1100 по РТС, 1000 по РТС. Достаточно сложность сказать сейчас. Но я думаю, что мы еще пока не увидели дна. Знаете, как в кризисной поговорке, да? Покупай одно дно, второе в придачу. Там много поговорок по поводу дна. Костя, где дно? Где дно, скажи, пожалуйста. На что ориентироваться надо? Ну, с выводом Александра о том, что мы пока не достигли дна, я согласен в целом. Потому что я тоже считаю, что в течение полугода мы как раз это дно, наверное, где-нибудь нащупаем. И я так понимаю, что... В течение полугода? Ну да, где-то если брать до октября. Потому что в четвертом квартале, как правило, ситуация стабилизируется. И в концу года обычно наблюдается коррекция отскок наверх. Где-то дно может быть, очевидно, поддержка и очевиден уровень где-то в районе 1200-1250 по индексу МВБ. Мы уже с 2010 года бьемся в эту поддержку. Ее не проходим. После чего наблюдается очень серьезный отскок наверх. И даже, я так бы сказал, смена тренда, если брать такой широкий боковик, который образовался после 2009 года, то мы идем к самому верхнему границе этого диапазона. Не факт, что как-нибудь, наверное, мы все-таки можем прощупать этот 1200-1250 вниз. И, может быть, с пятой попытки этот уровень не устоит. Поэтому нельзя говорить, что дно это те пресловутые 1200-1250. Может быть, и ниже. Потому что за этим последует там тысяча пунктов. Вот это по поводу дна. По поводу того, что российский рынок, почему, когда он будет там отскакивать, почему не покупает. Ну, с моей точки зрения, две причины. Первая причина – это то, что наш рынок восприятия глобальных инвесторов прежде всего сырьевой. Очень видно, что тот же индекс CRB, который отражает динамику большого количества, большого набора коммодитис, товарных активов. В основном там больше вес идет на как раз нефтегаз. На нефть там приходится почти треть. Все остальное там и софт коммодитис, промышленные металлы, драг металлы. Так вот, этот индекс, он очень-очень находится на депрессивных уровнях. Это произошло из-за того, что сначала упали софт коммодитис. И они, в общем-то, лежат пока на дне, опять же, под вопросом, скажем, пока на локальном дне. Драг металлы свозили вниз буквально на этой неделе очень резко. Хотя они до этого, в общем-то, демонстрировали такую очень посредственную динамику. Про металлы то же самое. Тут самый главный индикатор цен на медь, которая действительно очень-очень тоже за эту неделю провалилась. И последний оплот стабильности были цены на нефть. Цены на нефть тоже на этой неделе пошли вниз. Это вот очень знаковое событие этой недели. Поэтому, учитывая то, что все коммодитис торгуются из рук вон плохо, и те, которые были стабильны, пошли вниз, то понятно, что это давит на российский рынок. Так как инвесторы не глупые глобальные, они это видели уже давно. Но видели, что тенденция, по крайней мере, не к росту, а к стагнации или к падению, то и российский рынок чувствовал себя очень неважно. Причина номер два – это политическая система. Российская? Да, российская политическая система. Потому что этот спират разошелся, в общем-то, в 2011 году. Давайте сейчас о второй причине поговорим чуть позже. Новости на Финам. Итак, продолжим. Продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. В гостях Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований EFD Capital. И Александр Антипов, директор департамента операций на рынке акций и инвестиционной компании «Велес Капитал». Мы продолжаем обсуждать текущую ситуацию на финансовых площадках. Подводим финансовые итоги недели. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Это для вас, уважаемые слушатели. Костя, я попрошу тебя продолжить по поводу второй причины. Ну, вторая причина, напомню, что первая причина – это динамика цен на товарные активы, на commodities. И вторая причина – это политическая система в России. Ну, я не буду разглагольствовать по этому поводу, потому что тут, наверное, вопрос политологам. Но очевиден тот факт, что вот тут серьезное расхождение в динамике индексов развитых стран и России. Ну, возьмем, например, индекс S&P и индекс РТС. Момент, когда произошло серьезное расхождение, когда, значит, сначала индексы упали, потом S&P стал восстанавливаться, а российский индекс, в общем-то, с того момента лежит в боковике. Он не восстанавливается. Это момент августа 2011 года. Оба индекса падали, когда была ситуация с госдолгом США, когда S&P неожиданно понизил рейтинг США. Это была общая глобальная причина падения. Но потом произошел сентябрь 2011 года, когда произошла рокировка, и S&P, уже развитые рынки, стали восстанавливаться. Российский рынок после этого, в принципе, если вот так глобально смотреть, он уже не демонстрировал ни одного фактически периода устойчивого роста. Да, был вынос, когда ФРС там объявляла о количественном смягчении, был спекулятивный вынос наверх, очень резкий. Но, в принципе, устойчивого восходящего тренда не было. Был вот тот вынос, и второй рост был как раз с ноября прошлого года, по январь, по конец января текущего года. Поэтому восприятие глобальных инвесторов, Россия как сырьевой рынок, значит, выглядит по сравнению с другими не очень хорошо. Но это как бы так же выглядит и, например, бразильский рынок, и некоторые другие сырьевые рынки, потому что Россия здесь не исключение. Если брать изменения индексов по некоторым странам Восточной Европы, по Бразилии, по странам БРИКС, ну, Китай немножко другая тема, потому что там именно опасение замедления экономического роста самое главное, то Россия здесь особо не выбивается. Примерно то же самое. Но дополнительно к этому еще, естественно, влияет вот эта политическая система, потому что в восприятии глобальных инвесторов не видно перспектив изменения. Да, они видят, что такая ситуация в политике, она влияет плохо на экономику, что у нас темпы экономического роста все больше и больше падают. Вот в этом году впервые они могут быть ниже, чем темпы роста мировой экономики, а для России это вообще очень плохо. Когда там Белоусов говорит о рецессии, понятно, что это несколько тут доли есть того, что он пугает, пугает, и определенное, конечно, давление оказывает на Центробанк, чтобы они ставку понизили. Здесь, наверное, его слова стоит трактать не то, что рецессия будет отрицательный темп и рост, а то, что наша экономика, так как она растет, в этом году, возможно, будет расти меньше, чем мировая экономика, фактически это будет означать, что российская экономика находится в предрецессионном состоянии. Вот, поэтому вот ответ на вопрос, когда изменится отношение инвесторов к российскому рынку, первое, должно измениться динамика в коммодитис, инвесторы должны понять, что тренд на снижение в коммодитис исчерпан. Сначала будут расти развивающие рынки, в том числе российские, и только потом, скорее всего, пойдут в рост коммодитис. И инвесторам не самое главное, что какие-то политические риски в России, это дополнительно. Потому что урвать, если есть возможность, урвать прибыль, будут покупать. Я вот об этом хотел спросить, если глобальный тренд в коммодитис. Конечно, выгода всегда будет важнее принципа в данном случае. А если уж и политические системы будут какие-то изменения позитивные в сторону, естественно, либерализации, то вот здесь можно говорить об устойчивом восходящем тренде. Потому что без этого любое восходящее движение будет неустойчиво, краткосрочно и спекулятивно. Тот самый отскок, о котором мы, собственно, уже говорили. Ну, исходя из всего вышесказанного, Костя, спасибо тебе огромное за комментарий. Собственно, вопрос традиционный для вас, тем более, для людей практичных, для людей, которые, я так понимаю, рынок кормят, ну, или хотелось бы, чтобы кормил. Александр, а что делать в этой ситуации? Поделись, пожалуйста, своим мнением. Ну, да, кто виноват и что делать, это традиционно российский вопрос. Ну, нет, мы даже, ты понимаешь, да, не ищем виноватых, хотя, как бы, ситуацию более-менее прояснили мы сейчас. Ну, дело все равно. Ну, смотрите, да, в принципе, я полностью согласен. В общем-то, для всех инвесторов можно взять слова Константина в качестве такой настольной книжки, наверное, да, и очень внимательно смотреть за рынком, внимательно смотреть за ситуацией, что же будет происходить. Тем временем, в общем-то, надо как-то сберегать деньги, да, ну, можно играть на рынке, зарабатывая, там, полпроцент, один процент, но самое главное в этом, как бы, увидеть за деревьями лес, да, то есть не пропустить того сильного движения, о котором мы говорили. Да, оно будет не завтра, оно будет, может быть, даже не через два месяца, да. Вот Константин обозначил некий горизонт порядка шести месяцев. Возможно, возможно, чуть больше, мы не знаем, но нужно мониторить. Ну, опять-таки, извини, пожалуйста, Кость, да, опять-таки, вот эта вот цифра конец года, четвертый квартал, она вышла не потому, что мы там предполагаем изменения на рынке комодов, да, или, например, там, изменения внутриполитической системы, а потому что есть некая традиция. Да, больше о сезонном факторе. Во-во-во, да, есть некая традиция, да, конец года, подвинение итогов, народ начинает там что-то пересчитывать, перекладывать денежки. Да, проще, конечно, всем закрыть год хорошо, особенно и западным инвесторам, естественно, западным фондам. Но, тем не менее, мы говорим про наших, наверное, радиослушателей, да, которые играют на рынке, в общем-то, им надо внимательно смотреть за рынком и, в общем-то, как я всегда говорю, не чураться сберегателям банка Российской Федерации. Тем более, пока еще очень неплохие и цены на акции, и, в общем-то, депозиты тоже. Это может быть как некое средство переждать и что-то заработать, переждать вот такую волатильность, отсутствие заработка на рынке, и, в общем-то, заработать достаточно в надежном банке. А потом, уже получив все проценты, выйти, так сказать, на рынок, когда будут ростки позитивных новостей и прикупить хорошие акции. Хорошо. Ну, собственно, ты эту терминологию использовал, да, вот можно, так сказать, спекулировать, что называется, да, пытаться там какие-то на отскоках, что-то там, процентик-другой. Понятно, что, может быть, кто-то этим и пользуется, но, наверняка, это такая стратегия, которая не удовлетворяет большую часть, да, инвесторского сообщества. Ну, естественно, во-первых, это очень трудоемко, да, во-вторых, это удается не всем, далеко не всем. Совершенно верно. А если все-таки рассуждать, что нынешний рынок, ну, при всей его относительной дешевизне все же, да, если нынешний рынок, это возможность как раз осуществить долгосрочные инвестиционные стратегии, независимо ни от чего. Сейчас дешевое, да, действительно сырье, и не все так хорошо, да, в королевстве датском. Но когда-то все равно все изменится, изменится, наверняка, к лучшему. А вот таких цен больше не будет. Может быть, есть смысл на долгосрок-то и сейчас уже подбираться? Смотрите, на долгий срок, если у инвестора длинные деньги, естественно, входить в рынок можно в любой момент. Но, опять же, повторюсь, входить нужно ни в коем случае не всей суммой, а очень небольшими долями. И размазать это вхождение во времени. Потому что, да, сейчас сладкие цены, но, кто знает, может быть, через три месяца цены будут еще слаще. Они могут быть слаще, да, это понятно. А как бы, входя постепенно, мы таким образом снижаем среднюю цену. То есть мы выигрываем. Да, это замечательная стратегия. Кость, ты как долгосрочник или недолгосрочник, ну вот с этой точки зрения, ты бы дал рекомендацию? Среднесрочник. Если мы говорим о сроке, наверное, от года, не менее года, от года до трех. Это стандарт. Это стандарт. Любая инвестиция, если мы говорим, профессионально даже подходит. Это среднесрочный, в принципе. Не меньше года, в любом случае. Средний срок как раз. То, с моей точки зрения, сейчас хорошая возможность для того, чтобы купить два сектора. Два самых нелюбимых сектора, которые абсолютно аутсайдеров. Подожди, нелюбимых кем? Тобою? Инвесторами. Инвесторами. Рынок их просто не любит, втаптывает грязь. Один из них, как минимум, да, просто ненавидит. Один из них, значит, плохо выглядит с весны десятого года, когда он показывал максимальный отскок после восьмого года, а потом все, больше ничего продемонстрировал не смог. Это электроэнергетика. Сектор номер два — это черная металлургия. И тот, и другой сектор находятся... Нельзя сказать, что беспричинные были, было падение. Понятно, что черная металлургия, глобальная причина — это перепроизводство. Спрос растет не так сильно, какие существуют мощности в мировом масштабе. Соответственно, это давит на цены и на сталь, и на железную руду, и на коксующийся уголь. Это мы все видим, что цены, в общем-то, стагнировали. Особенно цены на сталь. Они делали очень слабые попытки роста, но ничем это не увенчалось. Фактически это боковик на достаточно низких уровнях. Поэтому и мировая отрасль сталитейных компаний, и российская выглядит из рук вон плохо. Об этом, кстати, недавно говорил Лисин, владелец НЛМК. Он говорил, что надо приготовиться в достаточно долгом сроке, чтобы вот этот дисбаланс спроса-предложения, он пришел в соответствие, и чтобы мы увидели рост цен на сталь. Чтобы базу какую-то опять нащипывали. Да, то есть он там несколько лет определил перспективы. Ну, понятно, что рынок-то это все с сопережением будет делать. То есть если наметится там хотя бы создаться ощущение, что все это дно, и что впереди хуже больше не будет, все. Акции пойдут вверх. То есть они даже, может быть, отрасль не будет так сильно восстанавливаться какое-то время, но акции уже все это заложат заранее. Наверное, там за полгода, за год, и они взлетят. Что касается электроэнергетики, это чисто российская специфика. После того, как весной 2010 года стало понятно, что государство прекращает реформу электроэнергетики, что оно будет вмешиваться во все сегменты с таким целью, чтобы ограничить рост цен в любом сегменте. То есть в генерации, в сетях, потом в сбытах. И понятно, что это привело к коллапсу отрасли. В том плане, что многие и спекулянты, и долгосрочные инвесторы набирали огромные пакеты электроэнергетических акций, особенно после 2008 года, когда там было все утоптано в ноль. с таким прицелом, перспективой, что рынок так или иначе будет либерализован, и пойдут потоки. У компаний появится положительный денежный поток. Мы увидели, что государство вмешалось. На каждый хороший актив в нагрузку получил плохой актив. Росгидра получила РАВС Востока, после чего фактически прекратила быть фаворитом рынка, стала абсолютным аутсайдером. Интеррау получила в нагрузку с бытовой компанией, после чего стала из рук, скажем так, ну не то, что плохой компанией, опять же, из фаворита рынка, из одного из фаворитов рынка превратилась в аутсайдера. Сети были полностью запорчены схемой вот этого, извиняюсь, дикого замеса МРСК и ФСК, которое сначала было в одну сторону, потом в другую сторону. Региональные МРСК вообще оказались непонятно, в каком положении перспективы непонятны, оценки непонятны. Вот все, больше активов особо не осталось. Я помню. Сейчас еще раз прервемся, извини, пожалуйста. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы сегодня подводим финансовые итоги недели. Ну и, в принципе, говорим о неких перспективах, связанных с ожиданиями российского фондового рынка. Кость, если не возвращаешься, я прошу тебя, ну, закончить, в принципе, уже все понятно более-менее. Да, ну, я просто не буду концентрироваться на факторах, которые привели к падению, потому что, как бы, ну, это все понятно, это уже случилось. Причем падение может быть еще больше. То есть понятно, что если купить ФСК по 10 копеек, это не означает, что она не может быть и 5 копеек. Потому что мы видим, что есть продажи фондов, там остаточные льют, видимо, объемы, и никто в беды не встает. Потому что все боятся, думают, что может быть ниже. Никто не видит особых перспектив. Нет вот этого сдвига в сентименте по отношению к отрасли. Только точечные компании типа ОГК-4, которые ИОН называется, и НЛ, которых не пристает государство, у которых растут финансовые показатели, и они могли бы еще больше расти, если бы государство на глобальном уровне не лезло в отрасль. Вот. Но, тем не менее, эти компании выглядят выигрышно. Поэтому сейчас капитализация того же ИОН-Раша, она такая же, как капитализация ФСКА, Русгидра, МРСК-холдинга, хотя раньше те были Интерао, хотя раньше были гиганты по сравнению с ним. Монстры, монстры, а это что такое? Вот. Что может привести к росту? Именно не к отскоку, отскок понятен. То есть будет какой-то отскок на рынке, вполне возможно, в таких депрессивных уровнях, металлургии, те же энергетики могут отскакивать. Но это неустойчивое, опять же, движение. Что может привести к устойчивому движению? В металлургах восстановление конъюнктуры мировой. Это прежде всего. Потому что, в принципе, у них что хорошо? Они сделали капекс, у них они нарастили сильно мощности. Конъюнктура была плохая, поэтому у них скакнули расходы себестоимости, они вышли в минус по потокам. Сейчас, если конъюнктура восстановится, капексы основные выполнены, они получат очень хороший положительный поток, будут платить хорошие дивиденды, улетят наверх. В энергетике, если государство перестанет играть вот эту матрешечную систему, перетасовывать вот эту колоду, у нас система матрешек сейчас в энергетике. ФСК владеет Интерао, там Росгидро тоже, Интерао, Росгидро и так далее. Все замешано, все перемешано, все активы перемешаны. На каждый чистый актив, как я сказал, прибыльный и рентабельный, типа Росгидро, повешен депрессивный актив, типа РАО ЕС Востока, это примерно везде так происходит. Даже в Газпром Энерго Холдинге на МОС Энерго и ТГК-1 навешано в ГК-2, который, в принципе, актив очень сложный. Вот. Если будет хотя бы понятно, что государство не собирается в дальнейшем ограничивать рост цен и, скажем так, как они и отказались, там, инденсировать цены на мощность и так далее. Вот если не будет таких больше инициатив со стороны государства, какая-то должна быть стабильность, должны прекратиться вот эти перетасовки активов. Если это инвесторы поймут, что это произошло, мы увидим рост. Даже если сильно каких-то мы не увидим роста цен. Просто нужна хотя бы какая-то стабильность и понятная схема. Извините, спасибо огромное. Смотри, вот даже пишет наш слушатель. Спасибо, говорит. Вы очень полно ответили на вопрос, который я не успел задать. Это тебе благодарны. Но я хотел подчеркнуть еще что. Смотри, вот в частности, да, если говорить об энергетике опять, да, и вмешательство государства, ну, оно, наверное, тоже какие-то задачи ставит, но в любом случае... Понятно, конечно, ставит. Ставит, да, и может быть, да, благородные задачи, но в результате получается вот такая вот куча мала, что называется. И отсылая, да, вот на твое же выступление с самого начала, о политической, некой политической стабильности в России, то здесь, может быть, она как бы, речь не совсем о политической, ну, что называется, о политическом устройстве и так далее, да, а именно о том, что роль государства, да, должна быть понятна, она должна быть, собственно, правила игры опять, да, мы говорим о них правилах. Ну, да, просто в данном случае государство сохраняет само себя. Чтобы оставаться, сохранять текущую политическую систему, далеко не самую совершенно, всем понятно, она вынуждена вмешиваться. Вынуждена вмешиваться, особенно в социальные такие отрасли, как электроэнергетика. Существует, если бы не вмешивалась, тогда эта политическая система через какое-то время не могла бы существовать в таком виде. Вот и все. Хорошо. Азиба, Саш, мы вернемся, собственно, давай к разговору о, ну, долгосрочных, среднесрочных, долгосрочных каких-то идеях. Костя вот рассказал нам о черной металлургии, об электроэнергетике. А что ты видишь позитивным, вот во что бы, если можно сказать, поконкретнее, может, на уровне отрасли, или, может, даже на уровне каких-то отдельных бумажек, ты бы сейчас бы рассматривал. Ну, черная металлургия, это традиционно, скажем так, металлургия, это традиционно, в общем-то, Северсталь, Новолипецкий, и ГМК Норильский Никель. Ну, опять же, ГМК Норильский Никель немножко стоит особняком. Надо очень четко смотреть, что там происходит, скажем так, с политической точки зрения. Но, в целом, эта компания, в общем, интересна, это, наверное, основополагающая компания. Также я бы не сбрасывал со счетов все-таки дивидендные истории, о которых мы много говорили. Понятно, что сейчас это все уже отыграно, но через некоторое время начнется новый цикл, и, в общем-то, новые игры в дивидендной истории. Это традиционно пока Сургу, традиционно и Сбербанк, и Башнефть. Извини, пожалуйста, мы же все время говорим о дивидендных историях не как о возможностях долгосрочной инвестиции. Именно мы идею вот эту, да, отыгрываем? Идею, конечно. Но здесь, в общем-то, долгосрочная инвестиция, долгосрочная инвестиция, это тоже является. Почему? Потому что каждый год капают дивиденды, и плюс номинальная стоимость тоже растет. Поэтому, с этой точки зрения, это достаточно интересно. Но, как говорится, что, во что еще инвестировать, надо будет... Во что еще верить, если позволишь, я буду. Во что еще верить. Во что еще верить. Ну, давайте, наверное, мы все-таки по ходу развития рынка будем смотреть. Потому что на каждом этапе, да, вот сегодня, кажется интересным, такой круг активов, секторов, там, условно говоря, через два месяца, может быть, ситуация совершенно поменяться, и там нефтянка, условно говоря, покажется очень интересной. Такое же тоже может быть. Вполне. Да. Но пока, пока флагманом, наверное, фондового рынка по-прежнему является сберегательный банк Российской Федерации. То есть, как только фондовый рынок почует, что начинается позитив, перемены к позитиву, да, я думаю, что бенефициаром этого роста будет сберегательный банк, акции сберегательного банка. Я понял. Я понял. А про наше все его ты не ставишь в первые ряды? Ну, пока, к сожалению, наверное, нет, потому что мы видим достаточно существенные продажи и ситуации внутри компании, я бы сказал, не столь однозначно. Посмотрим, посмотрим. Поживем, увидим. Поживем, увидим. Кстати, смотрите, у нас есть интересный вопрос, но с той точки зрения, что опять мы можем обсудить, как влияет, да, некая корпоративная идея на движение цены на акцию. Иван спрашивает, правда, его интерес связан с американским рынком акций, но я еще раз повторю, это может быть таким достаточно индикативным, что ли, да, индикативной историей. Значит, вопрос следующий. Прокомментируйте падение акций Apple ниже 400 долларов, все-таки, евро здесь написано, долларов, при стабильных продажах и без упадка производства и чистой прибыли в пару миллиардов. И в то же время, пишет он, акции компании Nokia наоборот растут, хотя продажи и выросли, и доход компании составил, а, но доход компании составил минус 500 миллионов. Ну, в общем, отрицательный доход, да, несмотря на продажи. А у Apple, напротив, пишет Иван, значит, производство растет, да, и чистая прибыль есть, акции, тем не менее, упали. Кость, что это, что может это? По поводу Apple, ну, по поводу текущей, вот, ситуации, текущей динамики Apple, сейчас просто рынок закладывает опасения в котировке, что отчетность, которая за первый квартал выйдет вот буквально там через неделю, через две, будет не такой хорошей, продемонстрирует замедление показателей. Поэтому сейчас это закладывается в котировке, играют вниз. Как бы на опережение. На опережение, конечно. Если отчетность выйдет в рамках ожиданий или лучших ожиданий, как, в принципе, традиционно, отчетность Apple превышает собственные прогнозы, и, как правило, даже ожидания рынка значительно, то мы увидим просто по факту отскок. Даже если будет не очень хорошая отчетность, может, как бы, так вот, ну, примерно там, не совсем плохая, но чуть-чуть, тогда, может быть, даже мы уже и падения не увидим, потому что это будет заложено в котировке. Глобально, если брать, почему акции стоили 700, а сейчас 400 пробили? Серьезная коррекция. Но акции этого сектора, они, конечно, есть фундаментальные там мультипликаторы, значения, прибыли, потоки и так далее, но покупаются как в целом идея. Лидер ты отрасли, лидер ты отрасли, получаешь ты премию по отношению к другим бумагам как лидер отрасли, как революционер, который ты делаешь революцию, ты делаешь каждым товаром, революцию в своей отрасли, за которым ты флагман, за которым на тебя все равняются. Если ты в понятии инвесторов, в понимании инвесторов прекращаешь быть вот таким революционером и флагманом для отрасли, эта премия сходит на нет. После того, как Apple, в общем-то, сейчас создается впечатление, у инвесторов создалось, что Apple прекратил вот такой быть пионером, не то, что пионером, но самым главным в отрасли. То есть, что он может предложить на рынок нового после того, что он уже предложил. Только немножко, немножко, да? Вот эти опасения, они свели на нет ту премию, которой торговался Apple по отношению к другим компаниям из-за того, что он считался абсолютным лидером, недосягаемым. И в принципе, 700-то он сделал только на этом. Если мы посмотрим, собственно, эта цифра появилась после выхода на рынок вот этих тогда революционных гаджетов, как сейчас принято говорить. Если Apple докажет, что он до сих пор абсолютный лидер отрасли, эта премия к нему вернется. Если он будет выглядеть как обычный игрок, равный среди... Ну, даже первый среди равных. Первый среди равных, да. То, конечно, он будет и торговаться так же, как и все другие компании. Плюс-минус. И уже будет на первом месте, да? Вот традиционные там, условно говоря, мультипликаторы, да? Так что сейчас Apple в сложном положении в плане того, что надо убедить глобальных инвесторов в том, что он и до сих пор является абсолютным недосягаемым лидером. Если это произойдет, акция будет расти опережающими темпами. Если нет, если все будут думать, что все-таки Samsung идет примерно на равных и примерно сокращает свое отставание от Apple по технологиям, по выводу революционных каких-то товаров, идей, то значит все. Вот эта вот премия Apple к другим компаниям, она не будет, ее больше не будет. А что касается Nokia, ну, это просто наблюдается оскок после падения, потому что вышла отчетность, отчетность чуть лучше ожиданий, но продажи сильно упали, продажи упали в основном из-за традиционных трубок, которые они продают в огромном количестве, которые сейчас все меньше и меньше кому нужны. Меньше, да, да, пользуются. Вот. Выручка упала, было падение акции, котировки упали, сейчас они отскакивают наверх. Единственная, опять же, надежда остается на то, что за счет того, что, ну, что-то они сделали смартфоном, хотя бы какой-то продукт предложили более-менее конкурентоспособный, вот, более-менее с неплохими продажами, меня тут единственная фактически надежда в этих акциях. Я понял. Я понял. Спасибо огромное, Саш. Я вдруг подумал, сейчас Костя говорил об Apple и об этой пресловутой премии, да, за идею, за революцию. Я вдруг подумал, ну, это, наверное, такая общечеловеческая позиция, что первым быть сложно именно потому, что, да, в какой-то момент вот ты на лаврах, но почивать на них нельзя. Стоит только упустить, да, вот это вот ощущение того, что надо двигаться вперед все время и тебя быстренько поставят на место. Вот тоже можно говорить, наверное, и о компании Apple. Ну, и примеров огромное количество. Еще раз повторю, да, известно, что самое главное, точнее, самое сложное удержаться, да, достигнуть цели этой высоких каких-то рубежей, тоже достаточно, ну, самое сложное удержаться, потому что надо все время показывать, что ты чего-то стоишь, а не просто это один какой-то, да, эпизод, это случайность и так далее. То есть в данном случае надо бежать, чтобы остаться на месте. Совершенно верно. А чтобы двигаться, ну, это надо просто бежать очень быстро. Да, так что Тиму Куку придется доказывать, что он примерно сопоставим с Тимом Джоусом. Да, совершенно верно. Хотя бы пытается быть сопоставим. Так, значит, сейчас время, еще раз новости слушаем, потом продолжим. Итак, друзья, последняя часть нашего эфира, традиционно 12 минут, которые мы тратим в основном на ответ на вопросы, ну, если таковые есть, сегодня вот они есть, и еще несколько вопросов впереди, мы сейчас будем на них отвечать. Я еще раз с удовольствием представлю сегодняшних гостей в студии Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и ФД Капитал, и Александр Антипов, директор департамента операции на рынке акций и институтной компании Велес Капитал. Финансовые итоги недели, тема нашей сегодняшней программы, ну, помимо этого, мы с вами рассуждаем и на другие, не менее интересные вещи, например, о погоде, о погоде, о природе. Ну, грех не порассуждать, да, сегодня пятница сегодня, во-первых, во-вторых, погода просто, ну, шикарнейшая, я бы даже сказал. Такое впечатление, что прям рубильник, да, вот такой зима-зима, потом раз, и лето сразу включили. У нас, кстати, может быть, это действительно проблема глобальная, но у нас переходных периодов как-то я не наблюдаю. У нас, кстати, и лето так же сразу в зиму, да, сразу без осени, без какой-то, без золотой, как минимум, который любил поэт, вот такой осень, я уже не помню, когда шуршат желтые листья под ногами и тянет философию, сочиняет стихи, тянет. И весны такой нет, по сути, видите, была зима, потом раз, и все, и сразу плюс 20. Период с трех месяцев сузился в неделю. Так, давайте, кстати, вот по поводу погоды, в том числе, есть вопрос. Сергей Лукьянов пишет нам следующее. Из-за аномальной зимы и поздней весны, по прогнозам, 20-25% урожая уже погибло досрочно. Вот у кого-то Сергей берет эти прогнозы. Так, ладно, скорее всего, будет дефицит некоторых товаров, предполагает он, ну, имеется в виду продовольственных, а может, кстати, искусственный. Вспоминает он несколько лет назад подобное, видимо, похожее было с гречкой, когда гречка исчезла с прилавка, ну, там была какая-то история. И вот в связи с этим, совсем в связи с предположениями Сергея, он спрашивает, чего нам ждать? Костя, чего ждать нам? Скажи, пожалуйста. Я не знаю, какие там прогнозы по поводу смерти урожая, но я только могу оперировать теми цифрами, которые дают официальные источники. Ну, в любом случае, лучше цифрами оперировать, конечно. А официальные источники говорят о том, что у нас будет по году 90-95 миллионов тонн зерновых. Это очень хороший урожай, это с головой хватит, чтобы обеспечить внутренний рынок, и опять существенные поставки на экспорт, так что никаких проблем нет. Во как! Так что, Саш, у тебя, по твоим сведениям, с гречкой у нас пробои, перебои не планируются. Но я не планирую. Но это самое главное. Так что, Сергей, вот такой ответ моих уважаемых коллег, ну, я им доверяю как минимум, так что призываю вас в это поверить. Да и в мировом масштабе надо сказать, что вот недавнее падение цен на кукурузу, на пшеницу было связано с тем, что вышел доклад Министерства сельскохозяйства США о том, что существенные запасы, существенный урожай, проблем нет, и цены упали. Ну, опять говорим, да, о неком кризисе перепроизводства. В этом году не будет никаких проблем. Я помню, кстати, возвращаясь к теме продовольствия, некоторое время назад, может быть, с полгода, в очередной раз мы что-то обсуждали под похожую тему и рассуждали следующим образом. Грядет как раз дефицит продовольствия именно потому, что человечество какими-то неимомерными темпами прирастает, да, и вот этот демографический взрыв может привести как раз к тому, что продовольствия не хватит. Ну, наверное, в каких-то сначала, точечных регионах, понятно каких. Соответственно, это приведет к росту, да, резкому, может быть, взлету цен на продовольствие, на основной набор. И отсюда рекомендации. Во что надо вкладываться? Надо вкладываться в контракты на продовольствие. Ну, это очень-очень долгосрочная идея. Это очень долгосрочная идея. Потому что, как показывает практика, на цены на продовольствие, на зерновые, на какао-бобы, на кофе, на кукурузу, на рис и так далее, на соевые, на мясо влияют прежде всего какие-то либо природные катаклизмы, либо ситуация на финансовом рынке. Природные катаклизмы это специфическая вещь, например, засуха в США, засуха в России, эмбарго на экспорт, все, цены взлетают, вот, на пшеницу. Или там, я не знаю, какой-нибудь военный конфликт в Код-Диуаре, взлетает цены на какао-бобы. Ситуация плохая в Бразилии, взлетает цены на кофе, или апельсиновый сок. И потом надо подчеркнуть, что это все-таки в моменте опять мы говорим, да, этого случилось, сразу результат случился. Вот поэтому, или там ситуация на финансовом рынке, сейчас ставка с инфляционного давления, с ожиданий, инфляционных ожиданий идет ставка на снижение темпов инфляции, на балансирование на грани дефляции, все, коммодитис находится на низких уровнях. Сначала софт коммодитис, потом промметаллы, драгметаллы, и сейчас вот нефть. То есть это тоже связано именно глобальное вью на коммодитис. Будет инфляция, не будет инфляция. Сначала думали, что монетарные стимулы глобальные придут к резкому взлету инфляции. Как минимум ожидания какие-то. Да, когда этого не увидели, а увидели замедление инфляции в США, в еврозоне, в Китае. Все. Ситуация изменилась. Коммодитис на низких уровнях. Никому не нужны были. Кстати, возвращаясь к разговору о коммодитис и в части как раз драгоценных металлов, последнее снижение, драматическое, многим, конечно, оно не понравилось. Я имею в виду многим из торгующих людей, потому что движение в золоте, в частности, на 250 долларов за унцию, это, конечно, вещь из ряда вон выходящая и историческая. На исторической перспективе можно по пальцам сосчитать, когда были подобные падения или подобные динамики. Так вот, опять-таки, возвращаясь к текущей ситуации на рынке золота, Саша, на твой взгляд, нащупало ли золото поддержку или, так сказать, какой-то вот этот отскок традиционный мы сейчас наблюдаем и после этого вновь может возникнуть похожая ситуация, то есть продолжится снижение цен на золото. Как ты думаешь? Ну, смотрите, защитных активов на финансовом рынке нет, а, в общем, золото торгуется на финансовом рынке. Если глобально инвесторы будут продавать коммодитис, то золото ни в коей мере не будет стоять особняком. Я думаю, что, как и все, наверное, коммодитис, дно еще не нащупало золото. И вполне возможно, что, ну, опять же, скоро, не скоро, но мы увидим другие уровни. Мы увидим другие уровни. Другие много ниже, да? Ниже именно? Ну, опять же, много, немного, здесь достаточно сложно сказать, но ниже, да. Ниже. Ниже. Я верю, что мы увидим эти уровни. Я понял. Кость, ты как смотришь на золото? Можем увидеть, да, потому что, честно говоря, вот находясь даже в этой студии несколько месяцев назад, я говорил, что серьезная поддержка по золото 1500-1550 и, в принципе, не думаю, что цены опустятся ниже. Да. Ну, я был неправ. А цены опустились, цены опустились ниже. Ниже, да. И удивительным образом совпало, просто удивительным образом, я подчеркиваю это, потому что сначала выходит прогноз Goldman Sachs, совершенно это не стрит-вью, то есть не общее признанное мнение 1270 долларов за унцию. Вообще, таких низких цен никто не прогнозировал. Потом начинается движение вниз реально по золоту, а потом еще комиссия по товарным рынкам повышает маржу, то есть необходимое обеспечение на рынках золота и серебра. И мы видим минус 12, там 10-12% и все складывается в такую цепочку. Это удивительно просто. Действительно так получилось. И цены ушли, сейчас золото опять опустилось ниже платины, потому что платины менее спекулятивный товар, и, соответственно, золото убили, платину тоже убили, но не сильно, сейчас дороже стоит. Серебро вообще втоптали, потому что серебро, наверное, самое спекулятивное из всех этих вот драгметаллов. Вот, поэтому, ну, по всей видимости, да, могут быть цены ниже. Вот, но, опять же, чересчур какое-то падение, чем там, наверное, 1100, 1200, вот такие, я не думаю, что это вообще возможно. Потому что просто цены, себестоимость, вот есть такой показатель, total cash cost, то есть, те общие затраты на производство золота, которые несут золотодобывающие компании. Так вот, у наших компаний тут все более-менее нормально. Эти издержки растут, но они остаются там на уровне плюс-минус 800 долларов. Там, от 700 до 900, где-то вот в этом разрыв. В мировом масштабе это более высокие уровни. Там по некоторым компаниям где-то, наверное, около 1000, по 1000. Вот, поэтому не думаю, что серьезно вот цены идут туда. не думаю. То есть, это был бы совершенно, как бы, наверное, такой уж вариант совсем негативный. Хотя, вот если брать те же цены на природный газ, хотя это вообще нельзя сопоставлять, конечно, но цены на природный газ, когда вот полтора года назад они летели вниз, сейчас, это сейчас они стоят 4,40 долларов, доллара, а тогда они пробивали 2 доллара и уходили ниже цен себестоимости добычи газа американских компаний. То есть, в принципе, теоретически это, конечно, возможно, но это очень краткосрочно. Это ненадолго, конечно. Это просто нервы, нервы. Поэтому я не думаю, что вот, скорее всего, вот я соглашусь, что цены на золото могут в какой-то вот обозримом будущем, учитывая те дефляционные риски, которые опять в восприятии инвесторов появились, они могут застрять вот в неком диапазоне, грубо говоря, 1300-1550. Вот где-то вот, наверное, так. То есть, пока не будет, наверное, осознания того, что с дефляцией у нас опять смещается в сторону инфляции все-таки баланс, наверное, роста не увидим. Наверное, так. Я понял. Кстати, забавно, да, вот о Голдманах ты заговорил, в названии, да, все-таки читается любовь к Голдманам и золоту, а прогнозы такие негативные. Давайте это, конечно, не Камильфо с их стороны. Так, ну и, ну и, замечательно, я очень вам благодарен. У нас еще две минуты есть, но в любом случае мне очень нравится с вами беседовать. Давайте поговорим о ситуации на валютном рынке, на рублевом рынке. Бухалин, два слова, Саш, да? Мы видим движение там в каком-то опять диапазоне, все это зависит и от настроения иностранного, да, от конъюнктуры на иностранных рынках, от каких-то внутри российских событий, ну и так далее. Оцен на нефть, естественно. Определи, пожалуйста, да, ближайшие какие-то перспективы, ну и, может быть, по ценам как раз. Ну, смотрите, в двух словах, да, действительно, если американский рынок более интересен, то все инвесторы бегут в доллары, соответственно, как бы рубль становится никому не нужным. Но, на самом деле, рубль уж не настолько никому не нужен, да, и я бы, наверное, не ждал в ближайшем будущем какой-то сильной девальвации рубля. То есть, как я продолжаю говорить, я вижу на данный момент коридор рубля, это 30-32. Ну, возможно, возможно, мы можем увидеть какой-то пробой, да, может доходить до 33-34, да, но это, скорее всего, краткосрочный, то есть, пока это не похоже на тенденцию. Естественно, если мы встретимся там через 3-4 месяца, да, может быть, тогда ситуация кардинально поменяется, но вот, исходя из сегодняшнего дня, 30-32 кажется, в общем, достаточно таким нормальным, reasonable, что называется, коридором. Кость, ты что-то по рублю скажешь? Ну, немножко взгляд похуже, 31-34 мой диапазон, и я считаю, что рубль очень во многом сейчас зависит от политически мотивированных решений. Давление беспрецедентное на ЦБ, смена руководства, понятно, что хотят те, кто не хочет делать структурные реформы, только монетарными методами хочет решить все проблемы, то есть, снизить ставку, девальвировать рубль и решить проблему. Если эта ситуация заменит... Кость, спасибо, извини, пожалуйста, времени нет, я благодарю вас, Константин Гуляев, Александр Антипов. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, всего хорошего до понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok